Мой старый друг звонит мне иногда. Он так устал от жизненной рутины. Рисует он печальные картины и разрывает болью провода. Данное стихотворение вы сами прекрасно понимаете о старом друге, о старом, надежном. И сегодня я хочу вам рассказать о старом автобусе марки Yutong городском 6852. Машине у нас 10 лет, поэтому я покажу, что это за автобус, потому что регулярно просили сделать обзор на эту машину. Ну и в принципе посмотрим на ее состояние спустя 10 лет и посмотрим, как она катается. Поехали! Доброго вам времени, друзья, товарищи, категорически не хватает. Значит, ну давайте начнем осмотр нашего автобуса Yutong 6852. Сделаю небольшую ремарку в его историю. Машина была разработана еще лет 10, наверное, даже больше, уже лет 12-13 назад с помощью компании Stork из Санкт-Петербурга. Олег Николаевич, приветствую вас. Значит, идея была очень такая глобальная интересная, потому что таких машин не было в принципе в России. То есть нужен был а-ля средний класс, чтобы был двухдверный вариант, потому что тогда еще Пазиков и Вектор Некс не было. были обычные Пазики. То есть машина, в принципе, была очень неплоха для городских условий, но самый главный момент был один глобальный минус. Это мы с вами поймем потом, когда будем машинку смотреть. Значит, ну давайте, так скажем, про габаритные размеры. 8,5 длина, 3,4 высота, потому что машина данная работает у нас на компримированном, сжатом природном газе. Значит, это у нас идет средний класс, двухдверный вариант, полностью стальной кузов, то есть передняя, задняя часть, она у нас сделана из стали. Блин, ну, одно лобовое цельное стекло, неразделенное, небольшой минус, но ничего страшного в принципе. Поэтому стекла в России уже за 10 лет научились выливать, поэтому все хорошо. Стандартное, хорошее у нас классическое линзованное освещение, противотуманные фары. Повторюсь, то, что морда сделана из железа, запасного колеса у нас здесь нет, мордочка у нас откидывается, там у нас печка, уйдет утепление. Повторю, что машине 10 лет глобальных, сквозных, большущих коррозий не наблюдается. Поэтому Ютонг в этом плане, как и большинство китайских автобусных заводов, это сила. Значит, одна бегущая строка, зеркала заднего вида у нас идут с подогревом, по крайней мере, должны были идти. Ну, почему-то подогрева я здесь не вижу, ну, да бог здесь не может быть, время его уже съело. Ходовые огни сверху. В принципе, по морде все, стандартный классический китаец. Даже спустя 10 лет он не теряет свою внешнюю красоту. Я бы сказал, что, в принципе, он актуален. Да, сейчас уже все китайские заводы делают более современные, красивые фарки и морды, но машина, считаю, что рабочая даже для 2022 года. Ну, боковина у нас, как всегда, идет оцинкованная сталь, купается в ваннах, коррозия идет тут только у нас по периметру. Ну, скорее всего, я думаю, что эта машина подвергалась, наверное, покраске, по крайней мере, все вот данные элементы все время нуждаются в ремонте, потому что они постоянно бьются, трутся там и происходят с ними всяческие трэш и удары. Значит, ходовка у нас барабанная, спереди и сзади барабанные тормоза стоят, рессорная, рессорная подвеска. Это, конечно, очень весело. Вот буквально, если мы машинку перегнали, было прямо, так скажем, драйвово на плохих дорогах, приходилось подлетать. Значит, по остеклению в данной машинке у нас идет одинарное стекло, вот это уже стекло не родное, уже вставленное. По умолчанию идет не стеклопакет. Прикольные, заметьте, прикольные форточки, они не очень большие, что такой средний, такой размерчик. То есть, если брать, например, Жонтонга, они у нас гигантские стоят, здесь, я бы сказал, это самый, наверное, оптимальный вариант, надо будет сдуть как-нибудь. Значит, по дверям, дверь, заметьте, спереди одинарная, что очень хорошо, не двойная. И самое главное, товарищи, здесь нет низкого пола. Этот автобус не низкопольный, он идет со ступенькой, одна ступенька есть. То есть, это недоступная среда. Средняя дверь у нас двухстворчатая, опять же, есть две маленькие ступеньки. Поэтому вот я об этом не носит, в принципе, и говорил, что если был бы низкий пол, то этому автобусу, я думаю, что на тот период вообще бы замены бы не было. Значит, так, барабанные тормоза говорил. Давайте посмотрим, теперь у нас по люкам, что имеется. В правой части у нас идет вебаста, забор воздуха происходит справа, в принципе, неплохо. Вебаста у нас газовая, что, я думаю, не есть правильно, потому что все-таки было бы оптимальнее ставить дизельное вебаста, потому что это дешевле в плане ремонта и в плане всего. Ну, газовая, газовая поставили и поставили. Так, давайте пройдем теперь к корме. Задняя часть нашего прекрасного баса, опять же, с очень красивыми фарами. Я бы сказал, что они, опять же, актуальны на сегодняшний день. Заднее расположение двигателя Ю-Чай. И коробка в данной машине у нас всегда стояла механика, пятиступенчатый Чу-Джан. Ну, с таким не очень хорошим ресурсом использования, но, в принципе, она дешевая сама по себе, поэтому глобальных проблем с этими коробками никогда не возникало. Эх! Ай, с твоей дроби! Так, максимальная доступность к ремонту, к замене ремней. Здесь не стоит почему-то защита моторного отсека, я думаю, что, скорее всего, ее уже сняли. Стоит система пожаротушения, бачок для антифриза. Это, как всегда, справа или слева у нас стоит воздушный фильтр. И привод у нас идет на радиатор. Минимальное количество ремней этой машины 10 лет, 10 лет, да, и все те разработки, которые китайцы сделали в те времена, они актуальны сейчас. А если еще взять внимание, что уже прошло большое количество времени, то китайцы просто уходят сейчас просто в гору вперед. Поэтому Китай – сила! Ура, товарищи! Так, левая часть у нас с вами имеет всего лишь раз в три-четыре люка. Откроем секретики, что у нас там есть. Аккумуляторный отсек, рубильнички. Удобная замена будет здесь, в этой части, радиатора. Поэтому заргут. Опа! Идем дальше. Здесь у нас по любазу доступ к тематике идет. Ничего особого я вам не покажу, не удивил. Так, следующий люк. Без перчаток-то как тяжело. Собственно говоря, вот она, ради моя заправочка. В левой части она находится. Поэтому все эти же самые итальянские краны, которые мы до сих пор, сейчас все китайские заводы ставят. Поэтому показывает себя с лучшей стороны. То есть их не меняли. Так, и бачок омывательный. О, все. Большущий, гигантский. Ура! Так, ну, по внешнему виду, что еще могу сказать? В принципе, машина живая. Десять лет, товарищи, десять лет. Поэтому пойдемте греться вовнутрь. Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Что за чудо-юдо? Так, мы сейчас с вами находимся внутри нашего светлого, теплого, немолодого автобусного китайского салона. Значит, ну, салон у нас рассчитан на 22 посадочных мест и 60 полная вместимость. И самая главная мысль, самая главная суть, которую я хочу донести до вас, дорогой мой зритель, это качество материалов спустя 10 лет. Итак, смотрите, пол дырок нет, вмятин нет, вздутий нигде нет. Да, там есть какие-то нарекания на швы, но, блин, это, я бы сказал, что вполне себе допустимо, потому что даже если говорить про европейские машины, там полы регулярно, согласно регламенту, меняют. То есть это все должно подходить под какую-то природную замену. Получни не ржавые, не коцаные, краска вся на месте. Нижняя часть, она подвергается очень зачастую коррозии. То есть, например, там поручень, как в данном случае установлен в пол, все начинает ржаветь. Даже здесь этого нету спустя 10 лет. Теперь давайте обратим внимание на сидушки. То есть многие часто говорят, а, ваши китайские сидухи такое, х**, все сломается, ткань износится, как бы все потрескается, все отварится. Ткань родная на месте, сидушки на месте, пластик на месте, пластик нигде не треснул. И даже покрытие кронштейна для рук, ну да, оно потертое, ни больше, ни меньше. Единственное, что не выжило наши суровые отечественные реалии, это шторы. То есть шторы в Китае, во всех заводах, они идут такие однотипные, такой гармошкой. Фотографию мы сейчас вам покажем. Здесь уже установлены наши отечественные с этими красивыми рюшками. Потолок, смотрите, мы сейчас маленечко на машинке прокатились, пока на станку ехали. Не гремит, не болтается. Да, вот сейчас, я не знаю, слышно-не слышно, работает двигатель, и идет удар, скорее всего, дверя кузов. Ну, дыр-дыр-дыр, это как бы не слишком страшно. Поэтому, если говорить про салон, он реально крутой. И если бы, наверное, наши отечественные автобусы делали бы его в таком же виде, с такими же материалами, с такой же душой, то это было бы очень здорово. Значит, ну, в базовой версии, что у нас еще в салоне? Это аудиосистема, два люка в передней и задней части, вытяжки примутительные стоят. Значит, по печкам, по отоплению, ну, в данном случае уже стоят не родные, не китайские, раз-два. Соответственно, их уже поменяли. Ну, и вот радиатор, опять же, стоит родной китайский, который, опять же, прожил товарища 10 лет. Ну, в передней части, в данной накопительной площадке у нас установлены места для лиц пожилого возраста с детьми, то есть они выделены оранжевым цветом. То есть здесь удобно, спокойно можно расположиться, кнопки вызова по требованию утыканы, как всегда, в каждом доступном углу, чтобы не думать там, не бежать там в панике, если ты забыл там про свою остановку, да. Ну, и вот в данном случае, в данном случае у нас идет подъем на задний подиум, здесь у нас идет одна ступенька. Почему одна? Потому что если бы автобус был низкопольный, да, то здесь бы не было бы ступенек, и здесь было бы две ступеньки. В данном случае одна, что вот в этом плане более удобно. Так, задняя часть, смотрите, ну, установлены те же самые антимодальные сидения, сидеть очень удобно, расстояние просто гигантское, то есть в принципе, если бы было бы желание, думаю, можно было бы еще бы сюда вместить бы 4 кресла. Лючки сделаны просто в каком-то лютом, натыканы прямо как грибы в лесу, то есть они большие, гигантские, то есть двигатель-коробка, мост, и там скорее всего под краны, наверное, люк сделан, мы его открывать не будем, потому что ключа с собой нет. Задняя часть забираться тоже, в принципе, легко, место удобное, то есть путешествовать по городу на данном автобусе я бы поставил бы твердое 4 с плюсом, только бы, если бы был бы опять бы низкий пол, было бы твердое бы пятерка бы. Вот, ну, в принципе, по салону что могу сказать? Все гуд, поэтому давайте пройдем к месту рабочего водителя, покажу как там, и прокатимся. Ну, теперь рабочее место водителя, сразу скажу, что сидушка не пневматическая, ай-яй-яй, менять, ну, это ладно, думаю, что уже на современных автобусах скорее всего и тонко поменял, значит, дальше мы идем с вами по досягаемости всех приборов и осмотру. Видно, скажу, все, вот реально, я вижу полностью торпеда, потому что на Медне буквально мы ехали на Волгобасе, я видел только местами какие-то приборы самых главных, я так и в зоне досягаемости у меня их не было. Поэтому вижу все идеально, доступ ко всем клавишам, удобно, открытие дверей, все ок, рычажок, ручник в левой части, значит, ну, давайте пробежимся по кнопочкам. Значит, освещение в левой части, аварийка, аварийка, кстати, да, если ты хочешь, если любишь моргать, говорите всем спасибо, она находится здесь, это безумно круто, потому что не надо там искать ее руками там или взглядом, или по наитию, да, она находится здесь, что очень прямо круто. Дальше выключение массы, диагностика, подогрев зеркал идет у нас, освещение в салоне, вытяжка принудительная, двери, лампочки сигнализирующие, диагностика двигателя, вебаста, обдув лобового стекла, включение, отопление по салону, 4 режима идет у нас, дальше идет у нас блок заправочный и по диагностике, по метановому оборудованию. В принципе, все, больше рассказывать нечего, поэтому по педалям сцепления, сцепление Гуд, по тормозам, даже несмотря на то, что барабаны мягкие, удобные, комфортные, газ уже, само собой, у нас идет электронный, форточка сделана в передней части, что очень хорошо, потому что спина водителя требует особого внимания, чтобы в нее не дуло, блин, дополнительная штора здесь. Самый прикол, то что, если ты хочешь дотянуться к шторке лобового стекла и, само собой, нет электропривода, здесь не надо вот так вот на ходу, ты можешь спокойно даже вверх-вниз ее опустить, прикольно, очень круто сделано. Вот, и по стойке левой, ну, широкая стойка глобально не закрывает, обзорность хорошая, зеркало вынесено, не вынесено вперед, оно стоит слева, правая, ок. Можно дополнительно поставить зеркала, которые бы давали бы обзор по мертвым точкам. А, кстати, забыл вам показать еще шумку китайского автобуса изнутри, там специально люк открыл. Так вот, что касаемо салона и теплоизоляции, вот, посмотрите, здесь ее будет идеально видно, вся шумка теплоизоляции, она сделана по периметру. Эдгру сделана на всех китайских заводах, поэтому здесь можно будет еще раз в этом убедиться. Ну, по рабочему месту водителя все хорошо, все прекрасно, поэтому китайцы молодцы. Поэтому сейчас мы с вами прокатимся до базы обратно, сделаем пару кружков, настругаем по какому-нибудь маршруту денег и пойдем дальше работать. До рынка доеду. Доедете? Заходите. Оплата при уходе. Так, ну что, дамы и господа, вот мы за рулем нашего ютонга. Ну, как я отмечал ранее еще, когда сидел, все, все, все кайфово, все удобно, все доступно. Даже коробка передач, честно говоря, я не знаю, меняли ее, не меняли, она не раскляпана, то есть в передачу попадаешь, даже при условии, то, что ты на автобусе не ездил до этого, в принципе, с первого раза. То есть я заглох только один раз, то есть не сдал на права. Вот, поэтому очень даже ничего себе. Блин, да что такое-то? Ну, давай, камон. По-моему, мы это с драйв провалили. Давай, 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 детка, давай. Не, приехали. Умер. Так. Сейчас момент, будем механикам звонить, что делать. Слушай, кто на Республике 200 разбирается в ютонге, в газовом? Я взял его покататься, а эта зараза, по-обороту, перестала развивать. Массу общую отрубить, да, или в салоне которая? Ага, все, окей, понял, ладно. Ага. То есть как продать новый автобус? Нужно взять у перевозчика старый, по дороге его сломать. Сейчас попробуем. Блин. Опа, помчали. Не-а. Нифига. Вот, в принципе, наш тест-драйв так и закончился, твою мать. Ну, короче, тест-драйв, я считаю, закончен. В принципе, все. Дамы и господа, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Поэтому мы ведем наши репортажи. Я дико извиняюсь перед тем, что я делаю затор на дороге. Мы ведем наши репортажи прямо с места событий. Вот видите, вот. Наши шоу без купюр. Роман Дмитрук и ЛК-5 столицы. До скорых встреч. Пока-пока. Доехать, попытаться доехать до базы. Ну, камон. Ну, блин. Не-а. Добрый человек нас пропускал, сколько времени. Снова раскопки. Хе-хе. А звук писался, да, воно сейчас? Да. Отлично. Вот, тут чуть-чуть в муку у меня. Хе-хе-хе. Всего-то ничего. Километр был корабль. Все, хэпиан, ура.